Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 48 по 51 стихи. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатову в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Толкование блаженного Феофилакта. Сказавши, какую почесть получит верный раб, Господь говорит теперь, как наказан будет лукавый, если человек, которому вверено распоряжение каким-нибудь даром, пренебрегает им, не боится будущего суда, и говорит в своем сердце, «Господин мой медлителен», то есть не тотчас вознаграждает и не скоро наказывает, и долготерпением Божиим пользуется на зло, бьет сослужителей своих, то есть соблазняет их. Ибо подчиненные, замечая за начальниками дурное употребление данных им, от Бога прав, соблазняются и портятся, то рассечет его, то есть лишит полученного им дара и оставит его таким, каким он был. И будет он ввержен во тьму кромешную, потому что прежде своим лицемерием он обманывал других. Как и между архиереями, многие по сану своему только кажутся святыми, но тогда отнимется у них благодать, и они будут наказаны, как лицемеры, которые кажутся не такими, каковы они на самом деле. Окончание главы 24. Вот здесь указал архиереи и не таковые. Вот поставил досталь в фильм «Раскол». И там выступает Неронов, да и они, те, которые были в кружке ревнителей, потом восстали. Они говорят правду, когда их начинают судить, отдать приставам, а их там заточали. Они правы, никто не хотел слышать. А теперь проходят столетия и говорят, да разницы никакой нету, равноспасительно, старые новые обряды. Ник Антон Неронов еще при жизни сказал, да служи по старым книгам, по новым, все равно. Зачем это было надо затевать? Когда я был в Америке, в Синоде, и там был один архимандрит из Греции. Ну, говорили, я говорю, а вы понимаете, вот раскол, это продукт ваш, вы его бальстили от этого Никона, вселенским патриархом, и что в Софии будут молиться, и то другое-то. Вы Россию раскололи, да, понимаем. Я говорю, как вы ее понимаете-то? Ну, раскололи, вы понимаете. А последствия-то, они все идут сегодня. Там показывают два перста. Я доказывал, что два перста, вот, а так князь Владимир принял, Сергий Радонежский так молился, Феодосий Печерский, князь Владимир, все так. Почему это отвергли, когда все отцы молились так? Ну, а правильно это? А потом Трои Персия, Троица вообще, на христе разве Троица умирала-то? Но я старообрядцам доказал, что равный элемент ереси находится и в Двуперсе, потому что Бога-человек не умирал на кресте, а умирало только человечество. Когда расскажешь это дело, как будто первый раз слышат, а что же вы Академии кончаете? К тому, что ты считаешь где-то, книгам твоим, еще ум-то приложи, рассуди, как это? Почему вначале Баммали совершали крестное знамя не одним перстом, как пишет Иоанн Златоуст, а одним? Потому что было 500 божеств в римском пантеоне. И нужно было доказать, что Бог единый в мире. Вот мусульмане пошли этим путем. Единый Аллах, а все остальное многобожие не от Бога. Страха нет. Я вот пример хочу сказать. Вот у нас собачка, мы заводим ее, шарик, совершенно беспородная, бегала тут щенок. Его взяли, приведили, я ее зову маленькая собачка, с большим сердцем. Он так любит хозяев, столько внимательных чужих обнаружит где. Он просто замечательный пес. А эти вот домашние кошки, видно, что они домашние. Вот он играет, когда молимся, он буквально по ногам сбирается, у меня все ноги тут исколоты, вот этот вот малыш. Ну вот его привязали здесь, и они сразу утихли, и туда даже не бегают, и он этот подойдет и потихоньку идет. Этот тоже потихоньку. А как же рыкающего льва не бояться? Он ничего не делает, не лает, просто лежит. Его присутствие создает другой настрой нашим вот этим мышатникам. Никакой игры здесь, чтобы бегали, крутили, скорее бы нет. Они, ну его выведут сейчас, помолимся, потому что на него было покушение, три дня его отпаяли парным молоком, отравили враги. Вот. И одну даже белую сегодня это не видать. Забьются кто куда. А как же льва-то этого не бояться? А он постоянно здесь. Как некий не убоялся этого льва. Сам как лев рыкающий был. Лупил, бил посохом. Вот и все. И далее считаем. Глава 25. С первого по пятый стихи. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Толкование. Под образом дев Господь предлагает притчу о милостыне, дабы по причине великого достоинства девства кто не стал пренебрегать другими добродетелями. Знай же, что без милостыни, хотя бы ты был и девственник, будешь извержен с блудниками. И справедливо, несострадательный и немилостивый извергается, хотя бы он был и девственник. Потому что блудника одолевает естественная и неизбежная страсть, а не милостивого сребролюбия. Страсть не неизбежная и неестественная. Между тем, чем слабее противник, то и есть страсть любостяжания, тем непростительнее побежденный ею. И глупь сребролюбие с потому самому, что преодолевший телесное рожжение, побеждается меньшей страстью, сребролюбием. Сон есть смерть, а замедление жениха означает, что второе пришествие последует не скоро все толкование на этом месте. Вот когда начинает толковать эту прыщу, вот я даже среди сектанк-то был, вон, пришла белая, выскочила. И шариком мимо лежит, все. Главный вопрос здесь о том, есть или нет в сосудах масла. Все остальное можешь ты не очень-то это обращать как бы внимание-то. Девы, там, пять, десять, это не столь важно. Главное, там речь идет, нет масла, нет масла, пропавшее дело, оказались за дверями. А что такое? Ну, сектанты все, многие говорят, а это Дух Святой. Вообще-то правильно. Но нигде не спрашивается количество Духа Святого, много, мало его. Нигде, ни в притчах, нигде. А почему? Проявление Духа Святого в жизни, как оно проявляется? А проявляется это в добрых делах. Я исследуя Священное Писание нашел, что масло это добрые дела, а так да светит вас свет перед людьми, дабы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Вот. Дабы. Вот это и означает масло. Добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Потому что о любви вопрос спрашивается. И кто Духа Христой, он имеет, тот не его. И это все соединяется. Именно в этом доведят ваши добрые дела. Не просто добрые дела. Добрые дела делают и люди неверующие. Но именно соделанные в Духе Святом. Именно с любовью. Потому что без любви тело отдам на сожжение, ничего не поможет. Поймай ее сюда. Дай сюда. Она не знает куда. Иди сюда. Вот она. Она сама и пришла. Все. Давай. С 6 по 13 стихи 25 главы. Давай. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Когда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наших гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет сын человеческий. Толкование. В полночь последует вопль, говорит Господь, дабы показать, что пришествие его будет неожиданно. Так как в полночь мы все спим глубоким сном, то оно будет вместе и с воплем, так как во второе пришествие вострубит труба. Светильники – это наши души, равно как и ум каждого есть светильник, горящий тогда, когда имеет елей добродетели, милостыню. Означенные девы действительно глупы, потому что искали елея тогда, когда уже не было времени для купли. Мудрые сказали им, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, потому что добродетели ближнего едва достаточно для его собственного оправдания, а другому, какую помощь она окажет. «Каждый оправдается от дел своих, а не ближнего». юродивые пошли к продающим, то есть к бедным, и это имеет следующий смысл. Они раскаялись в том, что не творили милостыни, теперь только узнали, что от бедных нам нужно приобретать елей. посему слова, что они ушли к продающим, чтобы купить елея, означает то, что они в душе своей обратились к бедным и стали размышлять о том, какое доброе дело милостыня, и как они по своему безумию грешили против этой добродетели. Но дверь была уже заключена для них, ибо после настоящей жизни нет времени для покаяния и делания. И Господь говорит им, не знаю вас, потому что человеколюбивый и милостивый, он не знает безжалостных, да и в самом деле как знать ему чуждых ему и непохожих на него. Знай также и то, что всякая душа имеет светильник и свет от Бога, и что все восстанут для встретения Господа, ибо все желают встретить Его и соединиться с Ним. Но тогда, как Бог дает свет и озарение, мудрые души подливают к Нему елей добрых дел, а у юродивых, оставляющих светильники без елея от нерадения, они гаснут, и эти души отвергаются, как не имеющие добрых дел, которые могли бы возжечь находящийся в них свет. Итак, если мы не делаем добра, то угошаем себе свет Божий. Видите, о том, что говорят Дух Святой, как просить Дух Святой, дай ты мне Духа Святого, в жизни такого не бывает, надо реально, а добрые дела, вот, милостыню и прочее, пытаются еще после смерти подавать им милостыню, это толкование на деяния апостолов, в пятой главе, Иоанн Златоуст это тоже поясняет, но это неплохо, кого-то накормить, даже, это все во имя Христа делается, Господи, облегчай его участь, если можно, это неплохо, людей, кого-то накормят, бедных, это добрые дела, соделанные в Духе Святом и с любовью, я это нашел, вот это выражение здесь, у меня есть очень много наработок, собственных таких, вот приходит, когда у человека уныние, и вот начинает объяснять, как приходит она прилог, самая суть, вот как писать проповедь, сначала введение, центральная часть, окончание, святые тщательно разобрали, ну а что такое уныние, я отвечаю, уныние, это плохо сделанная работа, да неужели это, ну да, ты плохо делал, у тебя не получилось, и ты унываешь, плохо молился, результата никакого нет, Бог не отвечает, конечно, наград много на земле, но когда люди обращают внимание на твою молитву и к тебе обращаются, зная, что твоя молитва помогает, молитва, Бог помогает, ну так принято, что в житях святых знающую молитву Бог слышит, люди обращаются, помолился, чтобы он дождь был и прочее, вот это воздаяние тебе уже здесь за труды, это уже награда, ты видишь, что люди осознают, что получаешь ответ, вот у меня это было многократно, у меня сейчас очень близкие отношения здесь установились с Серафимой Гавриловной Плотниковой, ей 87 лет, и вчера нужно было нам яблоки собираем, хорошие такие яблоки у нас выросли, ни у кого таких в деревне оказывается нет, в лагере, и как правильно их законсервировать, пошел Ирина, толком не знает, послала к Любе, Люба говорит, идите к Серафиме, а у нее много банок, и она ни одна не пропадает, я пришел, у нее там выставлено, все заставлено этими банками, как раз с яблоками, я стал спрашивать, она подробно рассказывает, мне уже идти надо, но виду не даю, как рядами их выстроить, как обрабатывать банки, как все такое, все сказал, это любовь, ее, вот она именно проявляется в этом, я иду, так она еще дорогой закричала, вот это вот так-то, такой-то температуры, вот держать, потом свить, потом заново, а тут дождик начался, я уже приехал, дождик есть, проходит какое-то время, я тут съемки веду, слышу, кто-то вроде стучит, плохо слышу, правый ухо меня вообще не слышит, а левая повреждена, тоже там, механические повреждения, я подошел к дверям, кто, никого нету, открыл дверь, нету, я своим делом опять занимаюсь, снимать начал, ну, слышу, кто-то стучит в окно, посмотрел, она стоит на дожде, башлуком накрыто, ну, я пока оделся, вышел, она стоит, я еще пришла, а на другом конце деревни живет-то, это не 200 метров побольше, она пришла, досказать, что она не досказала, вы обязательно банки мне принесите, и яблоки я сама законсервирую вам, вот это любовь, а уже похолодание, я взял ее за руки, а руки как лед холодные, и она подождю, пришла сюда, ну, вот прикинь, кто из нас это видел, такое делают, я к ней приехал, и она каждый раз добавляет, вы только за Васю молитесь, внук ее, Вася, Вася учится в медицинском университете, и вот он сдает, и бывает даже тройку получает, а бывает там пересдают, она бабка все знает, никогда не знала против интернета, а тут пришла и расспрашивает, что такое интернет, а что там показывают, почему он мне не все показал, и то другое, до того интересно для меня, я виду не показываю, это правильно, вот понимаете, я думаю, вот Вася хирург будет, а душу он не погубит, я гляжу, он меньше молится там или что-то, и опять ко мне, вы уж только молитесь, молитесь за Васю, ох, а ну как он погибнет, вот, вот это масло, она пришла с маслом, и она в храме стоит, я ни разу, ее никто не видал, чтобы она сидела, а сегодня 14 лет, 15 лет, и другие падают, только начинается, богатряжение, уже ковыркнулись, сидят, на поле, пашет тут, есть такие, как трактор, а в храм приходят отдохнуть, ненапряженно, даже поземнуть правильно не могут, вот рот-то закрой, чтобы другие не видели, это заражает других, даже ты один, когда дома, не позволяй себе, у нас была норма в лагере, раздавать пряник, пряник пополам, пол пряника, потому что пряник это не еда, а деликатес для рожжения, я один дома, и охота съесть, но я это содержу дома, то же самое, потому что это перед Богом, вот видишь, как они любят, вот пришла, мне неудобно лежать здесь, но она легла, пришла на валенке, легла, легла, провалилась наполовину, усыпилась, что это означает, это доверие, вот вызвать надо, это доверие людей, которые рядом с нами, чем добротой молитвы, мне вот до того страшно делается, даже на молитве, Господи Боже мой, а если бы я был неверующий, да если бы Библию-то я не получил, и получил-то где, баптисты-пятьсятники, что бы я сейчас сделал, мне 74 года, ну какие-то там немощи, болезни у меня ни одной нет, никакой, я не болею, я умею болеть, тайны никто не знает, то есть оно, ну организм и стареет где-то, и что бы я делал здесь, с угла в угол слоняться, телевизор смотреть, а у меня регулярно, сейчас не пройдет, на молитву, благодарю Бога, открою Библию, готовлюсь к занятиям, это опустошенная, это опустошенная чужая жизнь, даже со стороны смотреть страшно, во-первых, организм работает правильно, поехал, позвонил главному редактору районной газеты, потому что 16 сентября, у нас в Патеряевке, престольный праздник, мученика, епископа Анфима Никомедейского, это 302 год, вот, ее пригласил, потому что здесь был корреспондент Ритунский, Владимир Васильевич, ну, книги она не увидела, но слышала, потому что он их уже унес, она была в городе, вот, ну, я говорю, приезжайте, ничего не сказал, но думаю, подарю я ей, хотя бы к истинному православию, потому что доброе расположение, и это как-то, это все масло, это наше масло, как бы это масло-то имел, а меня Бог на этом послал, у нас в семье 10 человек был, отец инвалид войны, вот, я поехал учиться в технику, меня просто выгнали из дому, иди учись, я не хотел дальше учиться, я лошадей пас, я люблю лошадей сильные, ну, и вот дали мне доехать, до Барнаула билет стоил 2 рубля 30 копеек, дали там 3 или 6 рублей, иди там на квартиру устроиться, знакомая есть, иди поступай, куда поступать, чего, отец с матерью полкласса не кончили, сдал экзамены в сельскохозяйственный институт, отдел механизации, а потом документы забрал, почему, учиться 5 лет, это 5 лет, родители от меня ничего не будут получать, побежал за водой там хозяйки, у которых остановился, они говорят, а мой сын поступил в техникум, а я слушаю, поступил, и там 2,5 года учиться, там в 2 раза меньше, я узнал, где это техникум, побежал в институт, документы забрал, и по этим экзаменам, сданным в институт, меня приняли в техникум, приняли, и я не жалею, всю жизнь я был с хлебом, везде, я печник, плотник, дачи людям делаю, свободное от работы время, свободное, называлось шабашка, вот, и вот, я к чему говорю, что с детства родители приучили давать милостыню, отец пойдет пасти, когда овечек пас он, он давал обед, это мы уже узнали, что если я пропасу, овечки не потеряются, то полбарана я отрублю, и беспризорные бабушки были, ну, безродные, как называют их, вот, и он разрубит мясо, и мы растаскивали им, чтобы мы несли, они не пойдут, наши родители, а мы привыкали, я любил бабушек, бабушек любил, не знаю как, вот сидят там нищие где-то, я подойду, там поговорю, там выгнали кого-то, я из этих давали в то время, это уже большие деньги были, 36 рублей у меня была стипендия, 36, 20 отдать за квартиру, 16 прожить, купить книги, съездить домой, а домой как, на вагоне ездил, все время на крыше, нет денег-то где-то, и вот это милостыня, а накоплю копейки, копейки, подойду бабушке подам, я теперь все расследую, это не мое, все, это Бог делал так, и чьи-то молитвы меня достигли, после армии я поехал, сам не знаю куда, просто хорошие у нас были люди в армии, латыши, я подумал, мне надо в Латвии, там хорошие люди, работящие, всегда спокойные такие, мне сильно это нравилось, люди, и там меня Бог нашел 27 сентября, 1962 года, улица Карла Розенберга, 18-4, Михаил Александрович Еремеев, Иоанна Матвеевна, там я получил в руки Библию, там получил потом, но Евангелие подарили, потом Новый Завет, а уже я работал на корабле, поступил в высшее мореходное училище, это милостыня, вот это масло, капельки масла, я это свидетельствую перед людьми, я так думаю, чего ради меня Бог избрал-то, в семье 10 человек, и меня одного Бог избрал, через меня мама обратится, отец умрет по-христиански, брат сделает священником, это вот любовь к нищелюбию, потом я это найду у блаженного Феофилакта, хвалящийся хвалить Господом, я хвалюсь этим, моим Господом, что он услышал чью-то молитву, и определение нашего отношения к Богу, имея ли ему масло, так как часто к тебе обращаются люди, чтобы ты помолился, имеешь ли ты это масло, благодати Духа Святого, связи с Богом, и Господь через это других научит, творить милостыню, вот это я Серафиму Гавриевну, понимаешь, как вот все это вместе вспоминается, и все это капли масла, милостыня, вот, я не могу не рассуждать, я заканчиваю жизнь, за бугром уже, дальше, 14 по 19 стихи, ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, и поручил им имение свое, и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился, получивший пять талантов, пошел употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов, точно так же, и получивший два таланта, приобрел другие два, получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего, по долгом времени, приходит господин рабов тех, и требует у них отчета, толкование, сказав выше, что неизвестен день второго пришествия, господь прилагает притчу сию, показывая, что он придет внезапно, ибо подобно человеку, отходящему в путь, господь призвал рабов своих, и дал им заповеди, отходящим же, называется, соделавшийся для нас человеком Христос, или потому, что вознесся на небеса, или по той причине, что долго терпит, не вдруг требуя от нас, но ожидая отчета, рабы его те, коим верено служение слова, как то, архиереи, иереи, дьяконы, и все, приявшие дарования духовные, одни большие, другие меньшие, каждый по силе своей, то есть, по мере веры и чистоты, ибо какой сосуд, представлю я Богу, такой влагает он мне дар свой, в малый сосуд, и дар малый, в великий, великий, приявший пять талантов, тотчас отошел, и стал трудиться, такова тщательность его, что он ничего не пренебрег, а тотчас стал трудиться, удвояя принятый дар, удвояет же данный ему дар тот, кто получив или дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность, приносит пользу не себе только, но старается быть полезным и для других, напротив, закопавший талант в землю, есть тот, кто думает об одной своей пользе, а о пользе других и не помышляет, за что он будет и осужден, даже если увидишь даровитого и старательного человека, но дарования свои, употребляющего во зло, для своих выгод, на обманы и на предметы земные, считая его человеком, закопавшим талант свой в землю, то есть в предметах земных, спустя много времени приходит давший свое серебро, то есть или божественные слова, Псалом 11,7, или всякое дарование, украшающее и прославляющее человека, и далее комментарии ваши, большие комментарии. Большие комментарии надо будет тут прочитать. Попутно хочу просто подчеркнуть это. Вот, какое сердце, такой будет талант. Маленькое сердце, а что оно вместит? Оно маленькое вместит, очень-очень здорово это. Я опять обращусь в бродящие собачки. Ни одной копейки она не стоила. Его стали обвинять, будто он гоняет куриц в деревне. Ну, я оправдал его, его нельзя было даже поймать. И сделал ему маленькую там бумажную банку, конуру, в сено там, маленький стажок сена был. А потом вот Виктор Николаевич его приютил. Он теперь живет. Я его зову маленькая собачка с большим сердцем, а другие люди с собачьим сердцем. Я его на эту самую дорогую собаку, что ли, за миллион долларов, что ли, китайский мастиф продаю. Я его не обменяю. Такая у него преданность, такая верность в маленьком. Вот вам образец. Даже в собаке, так и в людях. Вот у меня знакомая была тетя Тоня, и когда меня осудили, а ведь это 2500 часов только моя фанатека была, никто не прослушал ее до конца, потому что были новые материалы. Златоу, Жития Святых, 12 томов полностью, Добротолюбие. Она одна. Такое было у нее большое сердце послушания. Послушание, которого я больше ни у кого не видел. Все как-то где-то нарушают, самовольничают. Я на работе. Она пришла. Я на работе сторожем работал. Мне больше не давали нигде. Приходит наставник мой. Я хотела съездить в Тальминку своим знакомым, а у нее никого родных не было. Я говорю, тетя Тоня, ты недавно же была там. Они сюда приезжали. Нет, я не ехать, я только спросить. Благодарю. Развернулась и пошла. Где бы что ни делали. Мы приехали в Караганду. И когда узнали ее биографию, ее отдельно там вызвали. Баптисты, там адвентисты были. И решили ей дать денег. Она говорит, я деньги-то возьму, а потом я куда? Как куда? Ну вы же едете с ними в Москву? Да ко мне наставник мой сказал, что если я у кого что возьму, то поедешь домой. С нами уже ты не поедешь. Вот как Космай и Дамьян там. Ни у кого ничего не брать. У меня тоже это правило было. И они сразу отступились, и другим стали передавать. Вот это да. Вот это послушание. И она дорогой едем, что-то где-то говорит. А я записываюсь. Столько у ней было искрометной мудрости. Вот эта Валя Барышникова с нами ездила. И у ней постоянно было непослушание. Она только головой покоя. Ох, Валя, Валя, что же ждет тебя при таком непослушании? Ну что, полное крушение, падение. Ну вот, пришла, приняла крещение спустя там 20 с лишним лет. А она это видела. Ее спящий я ни разу не видел. Тетя Тоня. Бакланова Антонина Георгиевна. И она не дожила здесь и дней моего освобождения. Умерла. Ей тогда 75 лет было. Вот как память. У ней постоянно елей был. Она то с вещей делает, то четко это вот лежит здесь. Покажи-ка ее мне. Это она делала вручную. Можешь одной рукой поднять и показать. Четкие эти. Она жития святых все знала. К ней приезжали, спрашивали даже. Родители присылали, познакомились с юношей, с девушкой. Можно ли им жениться? Подходят они друг для друга или нет? Она их побеседовала маленько и сразу же говорит, нет, они совершенно не подходят друг другу. Ну а для проверки присылает ко мне. А тебе говорит, священник благословил? Да священнику разве си нет? Винцы все время надраяные. Да еще нагло-то не надену, а так подержу. Вот елей, где я этот елей видел. Елей милосердия. Какие она советы давала? Это елей, текущий из нее. Бедовая уста. Из как она строго могла разговаривать. Вот надо в жизни это все увидеть. И далее комментарии. Начиная с грехопадения в раю, человек по наущению дьявола пытается улучшить, в кавычках, замысел Божий в отношении самого себя. Подправить, сделать более совершенным Слово Божие. Исайя 55, 8, 9. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мысли ваши. Бог не нуждается в советниках, корректировщиков своих слов. Раб Божий Моисей изменил четыре слова в прямом указании Божием. Погрешил языком своим, издав лишние звуки. Исход 17, 6. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве. И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И вот как это выглядело у боговицы на практике. Книга чисел 20, 10. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Псалом 105, 32, 33. И прогневали богов, вот миривы. И Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. И грозный Божий ответ сокрушил замысел Моисея, найти покой в обетованной земле. Четыре слова перевесили 40 лет верности богу. Бог сразу же сказал ему, Таразаконие 32, 52. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда. В землю, которую я даю сынам Израилевым. Я никогда не слышал, чтобы вот так подробно, вот как я здесь делаю комментарии, даже святые отцы изъясняли. Почему? Меня всегда интересует, почему никто на эту тему не говорил никогда? Вообще никогда. Вот это показывает всего четыре слова, оно уже тогда зримо. И 40 лет послушания и четыре слова. О, Господи, я же не против Бога нигде никак. Не войдешь в обетованную землю. И почему на этом не построить особые проповеди, показывающие, как страшно добавлять к словам, к Библии что-то, к тому, что Бог уже повелел и изрек. Мне Бог дал невиданную любовь к исследованию Слова Божия. Невиданную. Я в своей жизни искал людей, которые изучают Слово Божие, и не нашел, чтобы столько времени они занимались. Это Бог дал. А то он расширил мое сердце. Я хвалюсь моим Богом. Я до такой, доходил до точки, до последней. Нигде ни одного слова, ни одной запятой. Потому что одна черта в Библии дороже неба и земли. Вот этого не учат. Православные вообще этого не знают. Раскол, бьются, хлещутся, как аса с ваасой, никонса вакуумом, там, нейроном. И нигде слова Библии нету вообще, даже не встречается. А здесь были лицензенты какие? Такие консультанты, старообрядцы. Я узнал, теперь там профессор старообрядческий даже был. Вот как. И нету, почему? Пильм-то хороший, правильный. До сталь, до конца дошел. Я посмотрел, в конце они перечисляют, сколько кому там благодарности дают, разным фирмам, то другое. И только людей называют, 310 я насчитал, 310 в конце фильма, ну, перечисляют, кто участвовал там, и проще. А, это я маленько не так сказал. Это царь. О царе. Царь, царь, там, где Мамонов играет. Это же сколько надо людей набрать. Ну, и здесь-то хватает. Какие сцены и прочее. Какие, вот, особенно этот коротко взятый Александр на образ Аввакум. Это вообще чудесно. Это у Валерия нашли на Никона. Это долго же они искали такого артиста. Я вот именно в уме так и представлял. Такие они и есть. Иногда покажут какую-то персону. Ну, думаю, что, ну, вот, играет Пилата. Пилата в разных фильмах. Но самый лучший это Иуда Бенгур. Именно я вот таким его представлял. Какой он там есть. Как он говорит. И вот здесь я ни на один образ не мог сказать, я таким его не представляю. Алексей Михайлович, такой молодой царь, я таким его и представлял. И думаю, какой талант у этого достоля. И сразу прикидываю к себе, а ты мог бы на себя, не мог. Я не мог бы найти этих людей. Ни средств нету. Ни как снять. Это четкость. Какое там освещение. Гримеры какие. Они талантливые. Все до одного талантливые меня. Но у меня дано другое. Если бы сказали, а хочешь поменять все? Вот Достоль там и другие. Не хочу. Ни с Никитой Михалковым, ни с кем. Талант, который дан мне, он больше. Потому что у меня все основано на Священном Писании. А они Библии даже не поминают. Просто талантливые. Но как этот талант повернуть, если Библии не знаешь? И дальше. Какой печалью наполнилось сердце вождя израильского. Сколько раз он мог перебирать в памяти всю грамматику и фонетику своего языка. Бог не любит, когда мы расширяем слова, веренные им. Особенно для тех, кто считается руководителем. Подобная катастрофа постигла и Саула, получившего прямое указание полностью уничтожить все, что попадет к нему в плен. Но первый царь евреев решил подправить инструкцию, данную Иеговой, и сделать лучше. Лучше скот принести в жертву не чужому, но своему любимому богу Саваофу. И Бог мгновенно отверг его, и притом навсегда, хотя тот и раскаивался. Первая книга Царств 15.23 Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Первая Царств 15.35 И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Может быть, человека спасет не знание содержания Библии, а Библия – это единственное, что называется Словом Божиим. Все остальные книги, все до единой, не имеют на себе этой печати. Все должно сверять только с бессмертной, вечной Библией. Быть может, это нас не касается. И эти две потрясающие истории остались в древности. Старайтесь развивать свое воображение и мыслить Божьими категориями, его замыслами. Апостол Павел перечисляет ветхозаветные события не для того, чтобы мы просто знали историю, но для того, чтобы мы стали участниками ее. И все, что было нам, и все, что было там, это непременно будет с нами. 1 Коринфянам 10.6 Все это происходило с ними как образы, описанном наставлении нам, достигшим последних веков. Эти стихи должны выучить наизусть все, от патриарха до кухарки. Если человек верит, что есть Бог всемогущий, и что Он сотворил нас, и что Он будет судить нас, и что у человека есть вечность после смерти, которую он сам определяет сегодня, то остается только один выход. Ежесекундно сверять свою жизнь в Библии, по которой нас Бог будет судить. Там на суде Божьем никто никому не поможет. Даже самая близкая дружба со святыми не приблизит человека ни на шаг ко спасению на суде Божьем. Иоанна 12.48 Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Иеремия 15.1 И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице моего Моисея и Самуил, душа моя не преклонится к народу всему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Матфея 12.37 Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Христос Иисус верил служителям своим гостинникам только два динария и никаких других монет, только два завета, то есть Библию. И добавил, что получишь награду, если что истратишь свое, сверхверенного, то есть потрудишься в истолковании Библии. У апостолов была четкая программа нести слово Божие всюду и везде. И проповедь их, как шум, вот многих наполнила вселенную. 2 Тимофею 4.2 Проповедую слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Сегодня в православии нет практически ни одного полноценного служителя слова. Все хотят быть служителями алтаря, сшить одежды с широкими рукавами и как стеной отгородиться от народа. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О, если бы священники помнили эти слова ежедневно, ежечасно, то никогда на Руси, но никогда на Руси эти слова не имели хождения в народе. Из пяти органов чувств Бог избрал слух. Через слух совершилось грехопадение Евы. Через слух благую весть Отсущего приняла Дева Мария. И Церковь Христова была образована через проповедь, через служение Слова. Слово «священодействие» сегодня относит ко всему, что совершается в алтарях, в Церкви священниками и архиеремии, к тому, что действует в основном на зрение, обоняние, вкус и осязание. А если касается слуха, то речь идет о театральных руладах наемных безбожных певцов. Но вера от слышания, и не просто слышание чего-то, но Слово Божие, то есть Слов Духа Святого, запечатленных в вечной книге Библия. И это проповедь Библии, кто бы не нес ее, и где бы не свидетельствовал о Христе. Есть великое священодействие Слова «Божественный высев». Осия 4.6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Римлянам 15.16 Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благоествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Если священники отвергают живую проповедь и не упражняются в ней, то согласно Слову Божию этих вышесказанных слов за то, что они отвергли священодействие, служение Слова, Бог давно отверг их от священодействия Кадила. Малахия 2.2 «Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Нарисуем себе картину прошлого и настоящего. Стоят бедные рыбаки на берегу реки. У них рваные сети. И это все их достояние. И не было даже двух одежд. У апостола Павла был плащ, то есть филонь. Это никакая не священная одежда. И Бог дает им инструкцию на всю их оставшуюся жизнь, которая благословлена до кончины мира. И ничего более он им не наказал. И это прямое повеление они усвоили без всяких семинарий и академий. Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И они сразу же пошли на вселенскую проповедь. Иоанна 21.22 «Ты иди за мною». Если это повеление воскресшего Иисуса достигнет ушей сегодняшних пастырей православных, то они не смогут сделать ни единого шага, чтобы выполнить его без предварительных условий. В первую очередь они потребуют храм и обязательно с куполами и колоколами. Все они превратятся в мертвые пни и будут стоять и собирать средства на строительство храма. Это как раз и говорит, что со Христом они не встречались и повеления его не слышали. Допустим, благодаря их связям с коммерсантами и безбожными властями этот храм откроют и зарегистрируют через одну минуту. Они сразу же выдвигают другое условие. Нам нужны иконы, роспись, а еще лучше – откровение о явлении какой-нибудь иконы. Как у Святогорского монастыря при могиле Пушкина блаженному отроку Тимофею. Это место явления иконы и обозначит, где быть храму. Нам сразу же нужны будут кадила, свечи, ризы, типиконы и прочее, прочее. Полный реестр сегодняшнего оборудования храму. Повеление Божие еще и не начиналось выполняться – идите по всему миру. Все делается пока только для того, чтобы закрепить свое стояние на одном месте. Превращение столбников с больными ногами. Быть служителями слова и нести его миру – эту заповедь Божию. В России услышали едва ли десять человек за десять столетий. Стефан Пермский, Иннокентий Московский, Николай Японский, Макарий Глухарев и их помощники. Все остальное, что было на территории России от первого Владимира до сегодняшнего Владимира – не евангельский путь, не по Слову Божию. Храмы и все необходимое для богослужения должно появляться после обращения людей, после живой проповеди. А этого не было. Нет и похожей никогда не будет, потому что Библия у православных – позабытая и позаброшенная книга. А все, что люди делают не по Библии, есть свидетельство их глупости, невозрожденности, плоды суемудрого ума. Современные православные пастыри не два слова или четыре добавили к повелениям Божьим, но полностью скрыли Слово Божие. Восстали против благодати призывающей и против благодати обращающей, пытаясь все сконцентрировать на благодати освящающей. А это есть не просто не евангельский путь, а антиевангельский, ни в какое Царство Небесное не вводящий. Путь Царства Божия один – это Христос и Слово Божие. Иоанна 14,6. Иисус сказал ему, «Я есть в пути истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Комментарии закончились. Слава тебе Господи! Сегодня подольше получилось, но большие комментарии. Благодарю!